Всем большой-большой привет! Меня зовут Таня и в сегодняшнем видео я хотела бы с вами поделиться ароматами, которые я в очередной раз приобрела у Катюши. Канал ее называется Катя Эйвен Лидер Саратов и я купила некоторые снятые ароматы, раритеты от компании Эйвен. Ну и давайте я с вами поделюсь. Я уже как-то приобретала у Кати ароматы. У меня на канале есть видео на эту тему. Кто смотрел, тот помнит. И недавно совсем я посмотрела видеоролик Олечки с канала Ольга Н. Канал. Оля, тебе большой привет, если ты меня смотришь. И увидела у нее один аромат, который она также приобрела у Кати. Позже я покажу, что это за аромат. А сейчас мы начнем немного с других ароматов, которые я просто также еще вдобавок решила приобрести. Я их помню, я их очень хотела. Это ароматы моих воспоминаний. Ну и поэтому я приобрела и нисколечко не жалею. Я очень-очень рада, что эти ароматы у меня есть. Ссылку на Катин канал я оставлю внизу в описании к этому видеоролику. Если кто-то что-то хочет поискать из снятости от компании Эйвен, обращайтесь к ней, спрашивайте. У нее много ароматов и возможно найдется то, что вам нужно. Ну и давайте уже будем смотреть то, что выбрала для себя я. Первый аромат, который я приобрела. Выглядит его коробочка вот так. Это была линейка ароматов Бисеншуэлл в компании Эйвен. Их там было много представлено разных. Но у меня вот конкретно вот этот вот аромат. Посмотрите, у него даже бутылочка исполнена в стиле тех времен. Эти ароматы были запущены в 2000 году. Но конкретно вот мой аромат можно посмотреть с 2007 года выпуска. Здесь 50 мл. И давайте я немножечко про него расскажу, что в него входит. Итак, в составе аромата такие ноты, как роза, киви, амбра, мускус, сандал. Аромат на самом деле очень-очень интересный. Он очень стойкий. Этот аромат не испортился. Годы ему ничего не сделали. Я знаю, как пахнут ароматы, которые испортились. У меня такое было. Крайне редко, но было. Этот аромат очень приятнейший. И вот я не знаю, как его обозначить, как его назвать. Он для меня и свежий, и терпкий, и пряный. Розу в ароматах я не люблю, но в этом аромате розу я не чувствую. Он вначале немного даже кажется мне каким-то направлением из шипровых. Но это все так быстро улетучивается и остается на коже приятный такой женственный аромат. Каких-то фруктов, наверное, вот в перемешку как раз-таки с мускусом. И звучание очень интересное. Он цепляет именно тем, что он абсолютно ни на что не похож, ни на какой аромат. Я не могу ни с чем его сравнить. Этот аромат просто нужно потестировать, чтобы узнать, понять его и сделать для себя какие-то выводы об этом аромате. Но для меня он не похож ни на один аромат. Я тестировала очень много ароматов, большое количество, как от компании Avon, так и всяких разных других. Для меня этот аромат не похож абсолютно ни на что. Ну и также я повторюсь, что это определенного рода воспоминание для меня, поэтому он интересный. И поэтому, конечно, я его и взяла. Так, давайте перейдем к следующему аромату, который я купила у Кати. Так, сейчас я достану и покажу вам сначала коробочку. Итак, кто помнит, легендарный просто аромат в компании Avon by Ungaro, по-моему, он назывался. Точно я не знаю, девчонки, но этот аромат знают многие. Выпущен он был в 2008 году. Конкретно моя версия, давайте посмотрим. Тоже 2008 год, объем 50 мл. Вот так вот выглядит этот флакончик замечательный. Я тоже помню эти ароматы в компании Avon, когда они были, но тогда я была студенткой. Для меня это было очень-очень дорого. Я не могла приобрести для себя такой аромат, но я его тестировала. У меня были пробнички, и я очень его хотела. Но, к сожалению, его потом сняли, и полноразмерку я так и не смогла приобрести. И вот, наконец-таки, купила. Итак, входит в него фрезия, перец, бергамот, лотос, асамантус, мимоза, мускус, корень ириса и сандал. Большинство, все, кто помнит этот аромат, отзываются о нем очень положительно. Многие его любили, он прям был любимцем многих. И аромат, конечно, на самом деле классный, крутой. Вот сейчас почему-то в компании Avon нету такого и подобного ничего нет. Хотя очень хотелось бы. Этот аромат ненапрягающий, легкий, свежий какой-то, фруктовый, очень приятный аромат. Я не знаю, как его еще описать. Он похож на какой-то люкс, но это люкс такой, который тихий, негромкий. Но при этом вы его слышите, от него есть также шлейф. Он отлично держится. И также аромат очень-очень интересный. Не похож на ароматы, которые сейчас выпускаются в компании Avon. Совсем что-то другое. И опять же, больше для меня это, конечно же, как воспоминания. Все ароматы пришли ко мне запакованные. Все ароматы были в слюде. Открыла я уже их сама. Поэтому, девчонки, ароматы были новые. Имейте это в виду. Так, ну и давайте посмотрим. Третий аромат, который я купила у Кати. Из-за которого, собственно, я и решила сделать заказ. Это вот как раз-таки тот аромат, который я увидела у Олечки на канале. Я еще также этот аромат... Давайте я сразу же покажу, о каком аромате идет речь. Это маленькое розовое платье. У нас в России, к сожалению, этот аромат уже снят с производства. Но я видела, что он продается в Польше. Еще представлен в каталогах. Видела это в обзорах Аллочки. Алла, тебе большой привет. Алла живет в Латвии, по-моему. И она показывала, что у них есть. Я видела, так смотрела на него. Так мне хотелось этот аромат. Но, к сожалению, у нас в России его уже не купить. И тут я увидела у Олечки, что, оказывается, у Кати она приобрела такой аромат. Я спросила, у нее есть ли еще такие ароматы. И она сказала, да. И, девчонки, этот аромат уже у нас, конечно же, свежий. 2022 года выпуска. И вот так вот еще красивенно выглядит флакон. В этой версии. И, конечно же, этот аромат у меня тоже польский. Я не знаю, где Катя их брала. Но вот теперь он у меня есть. И я безумно его хотела. Ноты, девчонки, я вставлю от нашего российского аромата, который был маленькое розовое платье. Потому что конкретно на этот я не нашла нот. И, как мне показалось, что у меня когда-то был аромат маленькое розовое платье. И мне кажется, что немножечко отличия какие-то между ними есть. Как вот мне показалось, у меня в данный момент нет этого аромата нашего российского. Но вот насколько я его помню, мне показалось, что немножечко какая-то разница есть. Я помню, что туда входят цитрусовые, по-моему, лимон, пион. Наш аромат российский был выпущен в 2014 году. И, ну, в общем-то, я вам вставлю пирамиду этого аромата. Вы посмотрите. Но мне кажется, этот немножечко другой. Но тоже очень-очень приятный. Однозначно в нем присутствуют цитрусы, цветы. И я нисколько не жалею, что он у меня появился. Вот такой красивенный просто флакончик безумно. И все-таки он польский. Это тоже своего рода интересно иметь такой экземпляр в своей коллекции. Ну и все. В общем-то, на этом я буду заканчивать свое видео. Хотела просто поделиться с вами своей покупкой таких ароматов. Может быть, кто-то поностальгировал сейчас вместе со мной. Пишите свое мнение в комментариях. Напишите, какие ароматы любили вы в компании Avon, которые уже сняты. Мне будет очень интересно почитать. И на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за внимание, за просмотр. И всем пока-пока.